Везде проходимая буханка превращается в подснежник. Жители Бийска давно не видели такого снегопада, который настиг регион в минувшие выходные. В Рубцовске затопило поселок Правобережный. В воде стоят дома, проседают грунтовые дороги. А в барнаульском поселке Ильича закрыли водопропускное устройство. Причина – резкий подъем уровня воды в Аби. Самое страшное было, что вот здесь все было в сугробе. Вон такой огромный, все крыльцо занесено, заметено. Жительнице села Быстрый Исток Наталье Леонтьевне пришлось больше двух часов откапывать крыльцо. Она боится, что с паводком ее дом превратится в титаник, как в 2014-м, когда вода поднялась под потолок. Вообще вот таких карасей, они даже вон на сковородку не входили. То есть вы прям отсюда ловили рыбу и сразу жарили? Да. Начнет сейчас снег таять и вода выйдет на пол. Вместе с карасями. Бог с ними, с карасями, а вот что тогда делать? Выпавший почти метровый снег заставил понервничать не только жители Быстрого Истока, но и властей. В администрации села прошла общекраевая видеоконференция с губернатором края и начальником МЧС региона. Тот прогноз, которым Росгидромед располагает, позволяет нам говорить о том, что у нас впереди на фоне отрицательных температур как минимум дней пять. Что нам позволит и со снегом побороться, и в общем-то приготовиться нормально. Печальный опыт паводка в 2014 году заставил задуматься местную администрацию. Тогда четыре населенных пункта Быстроистокского района полностью были в воде. 70% населения эвакуировали. Те люди, у которых дома находились в собственности, предоставляли необходимый пакет документов, предоставляли документы на площадь дома и отсюда рассчитывалась сумма на проведение капремонта. В МЧС района говорят, что сегодня спрогнозировать ситуацию нереально. Этой весной малый уровень воды в Абби и большая толщина льда могут образовать заторы. Лед, если зайдет в населенные пункты с водой, это мало того, что могут просто разрушения дома. Вот это мы очень опасаемся. В роковом 2014 году ущерб от водной стихии составил около 5 миллиардов рублей. Урон этого года еще не оценен. Александр Карлин поручил местным властям к завтрашнему дню подготовить документы по объему ущерба от паводка. По словам Александра Карлина, уже пострадали 115 населенных пунктов. Вполне вероятно, что и жителям Быстрого истока придется обновить фасады своих домов. Жизнь такая она вот у нас здесь. Не затопило, значит год не задался. Не задался. Затопило, совсем не задался. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости.